Здравствуйте! Это итоги дня телеканала Уллправда ТВ в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Спортцентр с искусственным льдом и малые архитектурные формы. Как Ульяновск преображается весной. Пьяные студенты рисовали на витринах не по трепщину, но недолго. Коронавирус не помеха. Сергей Морозов намерен открыть потайные двери и превращать регион в центр досуга, культуры и шоппинга. В Ульяновск области создают систему умного транспорта. Катались по городу в наркотическом опьянении и разукрасили фасады торговых центров. В начале недели в соцсетях появились фотографии нецензурных выражений, которые кто-то написал краской на стенах магазинов. Полицейским удалось задержать нарушителей. Сотрудники полиции задержали предполагаемых нарушителей, обвиняемых в вандализме. Ими оказались четверо молодых людей, студентов из Ульяновска и Казани. В нетрезвом виде они ездили по центральным улицам, нарушая правила дорожного движения. Один из нарушителей испортил фасады торговых центров и завода. С 1999 года рождения вчера в состоянии алкогольного опьянения написал на здании центрального универмага и на здании торгового центра «Аквамол» краской надпися, которые содержали нецензурную брань, а на здании «УАЗа» просто нарисовали. В настоящее время один из молодых людей признался содеянным и уже допрошен в качестве подозреваемого. В отношении водителя автомашины госавтоинспекторами составлено 11 административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Губернатор Ульяновской области встретился с руководителями предприятий легкой промышленности. Малый и средний бизнес озвучил инициативу уменьшить дефицит средств индивидуальной защиты. Правительство порыв поддержало, о чем еще говорили на встрече в материале нашего корреспондента. Малый и средний бизнес в Ульяновской области, связанный с легкой промышленностью, готов выпускать медицинские тканевые маски наряду с основной продукцией. Потребность в средствах индивидуальной защиты в регионе ежемесячно составляет 2 миллиона единиц. С объяленной в мире пандемией спрос увеличился чуть ли не вдвое. И сегодня многие из вас уже переформатировали свои производства, нашли возможность производить так называемую социально значимую продукцию, необходимую, на которую сегодня есть громадный спрос. Только по одним маскам у нас миллион штук сегодня запросов, готовых под контракты, под живые деньги. Однако предстающая нерабочая неделя в стране, объявленная таковой президентом, выбивает из колеи, признаются предприниматели. Длительные выходные в таком случае не дадут возможность производить ту самую социально значимую продукцию. У нас, с одной стороны, мы понимаем, что нужно ограничить контакт людей, с другой стороны, у нас зарплата швеи, львиной долей, она сдельная. Соответственно, если люди уходят на длительные выходные, они, естественно, перестают просто зарабатывать деньги. Губернатор Леновской области Сергей Морозов от лица власти заявляет, что понимает бизнесменов, правительство попытается войти в положение. Однако, если крайние меры действительно необходимы, то на выходные закроют всех, без исключения. К тому же, в Ульяновской области в связи с пандемией уже введены меры поддержки для предпринимателей. Это и моратория на контрольно-надзорную деятельность в отношении бизнеса, и арендные каникулы. То есть, отсрочка платежей за аренду помещений муниципальной собственности. Сюда также входит рассрочка по коммунальным счетам. Если мы понимаем, что туристические объемы снижаются, и индустрия гостеприимства в этом отношении может понести определенные потери, то мы сейчас будем продумывать, каким образом освободить их от нагрузки. Например, это кредитные каникулы, налоговые каникулы. Глава региона уверен, несмотря на все, кризис дает новые возможности. С тем, сложная ситуация в мире не помешает Ульяновской области осуществить «Голубые мечты». Речь идет о превращении региона в центр культуры, досуга и шоппинга, а также центр онлайн-продаж текстильных продуктов. У Ульяновской области есть уникальная возможность, если мы хотим быть богатыми и успешными, должна открыться потайная дверь. Эта дверь называется «Креативная индустрия». А на этой дверь называется «Превращение Ульяновской области в финансовый центр привозка федерального округа». К тому же регион заручился поддержкой Минпромторга в плане развития модной индустрии. Беспрецедентный случай в истории страны. Федеральное министерство поможет в том числе финансово объединить креативную индустрию и производители одежды. И совместно они создадут тот продукт, который станет маркой, региональным символом города. И здесь в данном случае я не говорю о том, что у нас будет какой-то мерч со словом «Волга» или «Ульяновск». Я говорю о том продукте, который будет интересен и жителю Дальнего Востока, и жителю Италии, и жителю Австралии. Не отменится и главное модное событие региона – Улфэшн Вик. Неделя мода запланирована на конец апреля. Правда, в связи с пандемией показ впервые пройдет в диджитал-формате. Отсутствие зрителей в зале компенсируется зрелищными декорациями, звуковым и световым оформлением. Все это позволит добиться полного эффекта присутствия, пока ценители моды будут наблюдать за происходящим по ту сторону экрана. Ринат Алиулова, Даниил Сурков, Новости Уллправды ТВ. В Ульяновской области продолжается цифровизация транспортной отрасли. В регионе устанавливает больше камер, строится мониторинговый центр, откуда проследят за общественным транспортом. Что еще нового подготовили дорожники в нашем материале? Цифровизация – драйвер развития транспортной инфраструктуры. А внедрение интеллектуальных систем в общественный транспорт – первоочередная задача у ульяновских дорожников. Созданием системы контроля за движением пассажирского транспорта начали заниматься несколько лет назад в рамках реализации проекта «Умный город». Пока в области свою успешную работу показали пять систем. Это видеомониторинг дорожной обстановки, фото- и видеофиксация, прием электронных платежей, метеоконтроль и центр организации дорожного движения. Сегодня на территории области эксплуатируется 225 камер, интегрированных 162 стационарных комплекса. И вот, уважаемые коллеги, обратите внимание на цифру. За 2019 год выявлено с помощью этой системы 1 млн 623 тысячи нарушений правил дорожного движения. Но не совсем корректно измерять, но федеральный стандарт так трактует. Общая сумма вынесенных постановлений о привлечении лиц к административной ответственности составила 1 млрд 67 млн рублей. В этом году в местах концентрации ДТП дополнительно установят 15 стационарных комплексов. Кроме этого, для контроля за движением автобусов и маршруток будет создан мониторинговый центр организации дорожного движения. Сотрудники центра смогут отслеживать движение транспорта в режиме реального времени. К системе ГЛОНАСС подключено почти 3000 единиц транспорта. Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ульяновской области планируют установить 15 автоматических пунктов высокогабаритного контроля и метеостанцию в Старомаинском районе. Анна Тищенко, Новости Улправда ТВ. Сергей Морозов осмотрел ход строительства спортивного комплекса с искусственным льдом в железнодорожном районе и призвал чиновников ответственно подойти к весеннюю уборочным работам. Обсудили и концепцию озеленения городских парков и скверов, а также план ремонта дорог и благоустройства дворовых территорий. Наталья Чумаченко подробнее. Спортивный комплекс с искусственным льдом на улице Улначарского активно достраивают. Территория возводимого объекта составит более 4000 квадратных метров, которые вместят 256 зрителей. В спортивном центре будет располагаться вестибюльная группа, тренажерный зал, раздевалка, медицинский блок, прокат коньков. В этом году подрядчики доложат кирпичную кладку, обустроят инженерные сети, сделают монтаж сэндвич-панелей. Отдельным разговором, как отметил Сергей Морозов, станет транспортная развязка, чтобы люди могли без пробок добираться из других районов города. Лучше вверху. Но тут получится еще зона, еще один мост, и здесь это тепровод. И на будущее, по генплану, свияга должна вот так идти. Сейчас мы отрабатываем собороплановый вопрос, как ему отдать эту территорию, чтобы он за свой счет это русло сделал, а вот здесь начал бы строить жилье. Это по-старому микрон 6 изнутри. Вот, 6 свияг. Как отметил Сергей Морозов, не только на стройке нужно навести порядок, но и в городе. Об этом говорили участники совещания по вопросам благоустройства, озеленения и ремонта дорог на территории города Ульяновска в 2020 году. То есть работы предстоит сделать огромное количество. Надеюсь о том, что мы все с вами понимаем свою ответственность за ситуацию в городе. В первую очередь планируют очистить зеленые территории от мусора и высадить десятки тысяч цветов к майским праздникам. На нашем предприятии уже сейчас высажено 2,5 миллиона семян. Распекировано 150 тысяч. Из них 50 тысяч уже для цветников, которые будут высажены к 75-летию Победы. Красоту дополнят малыми архитектурными формами в парках и скверах, как уже имеющимися, так и новыми. Концепцию озеленения, а также дизайн проектов зимой разработали специалисты из горзеленхоза. Мы запустили так называемый цех производства малых архитектурных форм. Разрабатываем полностью малоархитектурные формы и изготавливаем их собственными силами. Участники совещания отметили, что многие жители сегодня жалуются на качество дорог после схода снега. На многих участках передвигаться затруднительно не только автовладельцам, но и пешеходам, поскольку многие ямы травмоопасны. Эти дороги будут отремонтированы в первую очередь. Среди них улица Бебеля, Рябикова, Ефремова, проспект Ульяновский и Сизидателей. Проект безопасной и качественной дороги в городе Ульяновске в этом году будет отремонтировать 19 участков дорог. Общая протяженность больше 22 километров. Общая сумма денег и средств, которые были выделены на данный мероприятие, 645 миллионов рублей. По словам мэра города Сергея Панчина, дорожную обстановку ежедневно отслеживают в администрации. По итогам мониторинга составляется график проведения ремонта дорожного полотна на апрель. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ. Этой весной с таянием снега ситуация на Промышленной 51 снова обострилась. Из-за отсутствия ливневки к дому нельзя пройти. На этот раз горожане решили заручиться еще и поддержкой общественных организаций, объединить усилия и добиться окончательного решения проблемы. Здесь пройти нельзя нашим домам. В налоговую идут, домой идут. И что, люди, посмотрите, что это все не высохло. Тротуар от дома номер 51 по улице Промышленной до торгового центра «Вертикаль» больше напоминает болото. Добраться до дома или соседнюю налоговую службу можно только вброд. И такая ситуация каждую весну или после дождя. Жители устали. На протяжении четырех лет мы пишем во все инстанции, стучим во все двери. Но, к сожалению, ливневой канализации здесь нет. И решений данной проблемы как таковой в течение четырех лет и нет. Дело в том, что когда в последний раз дорожники ремонтировали тротуар, то не подняли его уровень. Поэтому на участке постоянно скапливается вода. На последнем сходе граждан и представителей общественной организации было решено собрать подписи на имя главы Засвияжского района на ремонт. Жители поддерживают и общественники. По их словам, будет образована инициативная группа, которая и будет общаться с властью. Анна Тищенко, Новости Уллправда ТВ. Надевать маски на улице, пользоваться антисептиком и лучше не выходить из дома. Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Будут ли ульяновцы работать и считают ли они эту меру правильной в нашем материале? По указу Владимира Путина, следующая неделя для большинства россиян станет выходной, дабы избежать пандемии коронавируса. Чем ульяновцы займутся на следующей неделе или будут работать, мы спросили у прохожих. Отдыхать буду. То есть, как бы повелел президент, будете сидеть дома? Да, именно так, да. Как считаете, правильное это решение? Да, правильно. А самое главное, чем займете свободное от работы время? У меня много улечений. Вы в следующей неделе работаете или отдыхаете? Мы отдыхаем. Отдыхаете? Ну, вы как нормальные россияне будете на каникулы? Ну, мне все, наверное. Скажите, пожалуйста, как считаете, правильно отправить людей на каникулы, чтобы избежать пандемии коронавируса? Ну, как правильно. Я работаю в больнице. Для нас это всегда правильно. Отдыхаем. А правильным считаете это решение отдыхать? Это правительство решение? Отдыхаем, отправлять на карантин. Как считаете, это решение правильное? Ну, считаю, что правильно. Чем дома будете заниматься? Домашними делами отдыхать, восстанавливаться. И с новыми силами на работу. Отдыхаем. Как считаете, это решение правильное? Ну, наверное, правильное в связи с последними событиями. Чем дома будете заниматься? У меня очень много дел. На дистанционной работе я. Я и в школе, и в институте очень много дел. Работаем. Ну, то есть вы в какой структуре получаете? Медицина. А как считаете, правильным это решение отправить на карантин? Я как бы не считаю, что это для медиков, да, мы действительно должны работать. Но может быть какая-то экстренная помощь, а не плановые какие-то там мероприятия. Мне кажется, надо всех отправлять, раз такая ситуация. Мы будем отдыхать. Наш президент дал мне рабочую неделю в целях нашей безопасности. Поэтому мы будем отдыхать. Чем займетесь дома? Семьей. Ну, мы отдыхаем так-то, но дежурим. А как считаете, правильным это решение отправить на карантин? Считаю, да, правильно. Чем будете дома заниматься? Не знаю пока. Нет, отдыхаем. Как считаете, правильным это решение отправить на каникулы? Конечно, правильное. Конечно, правильное. Прекратить эту вот такую вот цепочку заболевания, это обязательно нужно. Чем займетесь в выходные? Ну, чем? Во-первых, уборка к Пасхе. Вымоем окна, повесим шторы. Вот и все. 28 марта в Ульяновской области ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем составит плюс 9 градусов. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Это все новости на сегодня. Итоги дня смотрите по будням на телеканале Улправда ТВ 18, 30, 20, 30 и 22, 30. А также на информационном портале улправда.ру 18, 50. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова